Новое дорожное полотно и уличный пылесос. Ирина Мирошник провела выездное совещание. Защитить и поддержать. Товаропроизводители рассчитывают на изменения в законе о торговле. Тридцать девять и не часом больше. Директор музея ИЗО в свой юбилей рассказала, что делает женщину молодой. Новости на телеканале НЕКО+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин приедет завтра в Петрозаводск и примет участие в нескольких мероприятиях. Сергей Нарышкин поучаствует в открытии бюста Василия Маргелова у мемориала «Черный тюльпан». А также посетит новый храм Ильи Пророка, построенный неподалеку от мемориала. В день приезда высоких гостей на улицах будет много сотрудников ГИБДД. А некоторые дороги могут быть временно перекрыты. Сегодня сити-менеджер Петрозаводска провела выездное совещание. Ирина Мирошник посмотрела, как отремонтирована улица Сегежская. Также сити-менеджеру показали новый пылесос, который будет убирать улицы Петрозаводска. А сама Ирина Мирошник заявила, когда уберут мусор с Онежской набережной. На улице Сегежской сити-менеджеру города показали готовое дорожное полотно. Ремонт закончен только здесь. Сейчас работы идут на 10 из 97 улиц, требующих переделки. Визуально, на первый взгляд, работа очень качественная. Но там будут соответствующие комиссии принимать с участием и общественных контролеров, которых Горсовет уже готов выпустить в действие. Завершить укладку асфальта администрация планирует к началу октября. Помимо ремонта дорожного полотна, планируется привести в порядок сразу 14 остановок в разных районах Петрозаводска. На набережной Варкауса руководители города продемонстрировали работу нового уличного пылесоса. А на площади Ленина результат этой работы. Руководство компании-подрядчика отметило, что при наших погодных условиях уборки асфальта один раз в месяц явно недостаточно. Мы должны по контракту пройти один раз в месяц пылесосом. Один раз. Вот мы сегодня 1 августа, мы прошли, следующий должен 1 сентября быть. Ну, конечно, мы учитываем этот контракт, но мы работаем по обстоятельствам. А мусор на набережной города, о котором мы рассказывали на прошлой неделе, по словам Ирины Мирошник, теперь будут убирать ежедневно. Мария Кравцова, Владимир Волотовский, телеканал Ника+. Глава Карелии Александр Худилайнин заявил, что жилищный кодекс России должен быть изменен. В противном случае программа капитального ремонта жилья не сможет действовать в полную силу. На данный момент в перечень работ по программе не входит восстановление аварийных печей, в котором нуждаются жители республики. Губернатор провел встречу с главой республиканского отделения Народного фронта Анной Лопаткиной и обсудил недостатки капитального ремонта по-карельски. Жители Карелии не рады капремонту. Если говорить о проблеме, с которой чаще всего сталкиваемся, это как раз таки программа капитального ремонта. Жители беспокоят, что те работы, которые в рамках перечня производятся на данных домах, они не всегда отражают их желание. Дома без воды и тепла обшивают сайдингом, который едва ли сильно улучшит жизнь жильцам. При этом платить за бесполезный капремонт людям придется в течение четверти века. Народный фронт обратился к Карельскому Минстрою. Активисты считают, что перечень работ, проводимых в рамках капитального ремонта, должен быть расширен. При этом люди должны иметь право выбора, что ремонтировать в первую очередь. На данный момент, к примеру, по программе капремонта невозможно отремонтировать печи. В частности, печное отопление, он сегодня не входит в перечень по жилищному кодексу. Надо менять, безусловно, его. Но если поменяем жилищный кодекс, я уверен, что мы совместными усилиями его поменяем, то тогда уже будем менять наши законы, для того, чтобы это тоже в перечень входило. То жилье, которое сегодня нецелесообразно ремонтировать, капитальный ремонт, будем расселять и строить новое жилье. Александр Худиланин считает, что инициативу по изменению жилищного кодекса страны должны поддержать и другие регионы России. Изменения в закон о торговле вступили в силу 15 июля этого года. Главная их задача – урегулировать взаимоотношения товаропроизводителей и продавцов. Так теперь магазинам категорически запрещено возвращать нереализованный товар. Уменьшается отсрочка расчетов продавца с производителем. В целом, закон должен защитить и поддержать местных предпринимателей. Что ждут они от нововведений? Об этом в нашем сюжете. Утром перед работой Наталья Ивановна часто заходит в этот магазин в центре города. Здесь можно купить местные продукты. Сегодня пришла за карельским сыром. Хочу сказать, что наша продукция ничуть не хуже итальянской продукции, потому что я пробовала и ту продукцию. По вкусовым качествам мы нисколько не уступаем. Продукт петрозаводчане оценили сразу. Теперь за сыром в этот магазин едут со всего города. Там ничего нет, кроме молока. И поэтому люди это оценили. Это же замечательно, когда у нас люди могут отличить химию от мастуральной продукции. Нам надо делать вот так вот раз. Нет, это очень сложно. Это называется переворот. Время переворота по таймеру. В свой продукт сыровары вкладывают душу. Поэтому считают несправедливым, когда продавцы хранят его неправильно и потом возвращают испорченным. Либо оплачивают несвоевременно. Исключить это призван новый закон о торговле. У местных товаропроизводителей на него большие надежды. Минимальные сроки оплаты нашей продукции. Ну и чтобы торговые предприятия или сети брались на себя большую часть ответственности за реализацию, соответственно, за сохранность нашего товара, чтобы отсутствовал, ну, желательно на 100% отсутствовал возврат. Возврат товара новый закон запрещает категорически. За этим будут следить мониторинговые группы. Проводя селекторное совещание по теме, Ирина Яровая сравнивает новый закон о торговле с правилами дорожного движения. Ну вот знаете, КАМАЗ и пешеход, все понятно, субъекты разной физической силы. Вот для того, чтобы и КАМАЗ мог двигаться, и пешеход остался жив, существует правило дорожного движения. И существует контроль за исполнением этих правил. Вот наша с вами задача сделать так, чтобы субъект сильной экономической силы, двигаясь, не уничтожал на своем пути наших производителей. Жесткий контроль и мониторинг на местах региональные руководители будут встречаться с товаропроизводителями, руководителями, сетей, потребителями. Одна из первых поездок руководителя карельской мониторинговой группы Ларисы Подсадник на сыроварню. Сегодня увидели основное, что хотели. Качественное сырье, которое поставляется прямо на эту сыроварню, непосредственно с фермы. Очень, если говорить по всем санпинам, очень чистое, очень правильное производство. Местного товаропроизводителя поддерживать нужно в первую очередь, заявляет Лариса Подсадник. И самое главное, помочь в реализации товара. Светлана Воробьева, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. День военно-морского флота. Петрозаводчане отметили морским фестивалем. На набережной Онега гуляли все выходные. Военно-морские баталии, историческое судостроение и гонки на ялах. В материале Александра Лычагина. На набережной Онега горожане вместе с ветеранами военно-морского флота почтили память российских и карельских моряков, погибших в годы войны. По мнению организаторов фестиваля, возрождение морских традиций – одна из актуальных и пока еще нерешенных проблем карельской столицы. Хотелось бы, чтобы наше озеро в настоящее время пустое, наконец покрылось парусами, кораблями, чтобы порт Петрозавод действительно стал портом Пяти морей. Клубы военно-исторической реконструкции разыграли перед зрителями рядовое событие времен Северной войны. Шведский десант на веслах попытался высадиться на берегу Онега. Российские пушкари решили – хватит это терпеть. Пушки с пристани палили так, что захватывало дух и закладывало уши. После краткой, но стремительной баталии отечественные бойцы одержали решительную викторию над басурманами. Сфотографировавшись с победителями, зрители отправились смотреть гонку на лодках типа Ял. Четыре команды из Петрозаводской и Кондопоги рассекали вдоль набережной на веслах. Не обошлось в этот день и без пополнения Петрозаводского исторического флота. В устье лососинки торжественно спустили на воду реплику поморского карбаса. Судно своими руками изготовили студенты ПетрГУ – воспитанники университетской лаборатории деревянного судостроения. Мы решили все-таки отдать долг Белому морю. Жители Петрозаводска почему-то забывают про это, что у нас есть свое море, у нас киты в республике есть. У нас много там чего интересного. Спуск судна проходил в полном соответствии с традициями. На буксире у святой Татьяны, другого исторического парусника, построенного в лаборатории ПетрГУ, карбас Лукоморье отправился на остров Кижи для участия в народной регате, которая начнется 3 августа и станет логическим продолжением морского фестиваля. Александр Лычагин, Владимир Волотовский, телеканал Ника+. Женщине всегда 39 и не часом больше, уверена Наталья Вавилова. Но свой настоящий возраст она не скрывает. Сегодня Наталье Ивановне 70. Молодыми и красивыми, по ее мнению, у нас делает любимая работа, доброе отношение к людям и хорошая семья. Все это у заслуженного деятеля культуры, директора Республиканского музея изобразительных искусств, есть. Дочь военного Наталья Вавилова любит порядок во всем. По дороге на работу придирчиво осматривает любимый музей. Непростое хозяйство и бесценные фонды она приняла в 97-м. Первый за 200 лет капремонт исторического здания, технические новинки и уникальные проекты с ведущими музеями мира – ее заслуга. Она верит, что обратная связь с картинами существует, и посещение любой выставки приравнивают к исцелению души. Человек творит ведь всегда, вкладывая свою энергетику. Вот эта энергетика с кисточкой, с мазком, с прикосновением к холсту, с его желанием доброту подарить людям, она, конечно, человеку потом передается. Желание делиться добром из семьи. Наталья Ивановна и ее две сестры выросли в атмосфере любви. Мама заботилась об их образовании. За плечами Натальи Ивановны – наше педучилище и Ленинградский пединститут. Затем была высшая партийная школа, работа в обкоме комсомола и партии. Главной опорой в своей жизни Наталья Ивановна считает супруга – известного карельского композитора Геннадия Вавилова. Сердце комсомольского лидера молодой музыкант покорил 45 лет назад. И когда я пришла к нему в гости, он еще жил на Октябрьском проспекте тогда, первое, что он сделал, он, не снимая пальто, подошел к пианино и стал и сыграл мне «Три года ты мне снилась, а встретилась вчера». Маэстро считает супругу мудрой женщиной и признает, что без нее, как композитор, не состоялся бы. Споры в этой семье случаются, но только творческие. Все не могут решить, кто лучше читает стихи. Устраивают соревнования. Допинг – банка черной смородины на столе. Читаем 11 часов, 12 часов, час, два, и мы видим, варенье уже закончилось, а у нас еще тема не закончена, выяснение отношений. Вот это самое бурное отношение у нас, кто лучше читает. Свой 70-й день рождения Наталья Ивановна будет отмечать в музее. Коллеги готовят ей праздник. Лучшим сюрпризом к юбилею она считает здание, которое недавно выделили музею для фонда хранилища. А лучшим подарком – саму жизнь. Меня вдохновляет все. Утром просыпаешься и думаешь, надо сделать это. Меня вдохновляет мой муж, который меня с трубой провожает. Я ухожу на работу, мне звуки идут, я слышу, оборачиваюсь, ему обязательно машу ручкой. Алена Сянтия, Александр Борисов, телеканал Ника+. И последнее. Сегодня ночью и завтра утром на территории республики, преимущественно по южным и центральным районам, в Петрозаводске в том числе, ожидаются сильные дожди, грозы. Паровые ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Сразу после рекламы программа «Контроль главы». О новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин